Всем добрый день в этом обзоре, я покажу как на этом сервере можно купить дом. Ну в принципе не только как купить дом, а полностью всю систему домов. Покажу и расскажу что о чем. Вот подходим к иконке дома. Вот у нас есть дом продается, описание, цена, левел, айди дома. Чтобы купить дом нужно прописать buy house. Прописываем. Вот мы купили домик, да, чтобы с него выйти нам нужно прописывать exit. Но в домике есть еще, так сказать, домашнее меню по команде х меню. Заходим и видим здесь, видите, house меню, дом, сейф, аренда, аптечка, бронежилет, телевизор, домашнее авто, интерьер дома. Ну нажмем сначала дом. Это у нас описание дома. Что мы имеем? Владелец, цена дома, статус, аренда, цена аренды, денег в сейфе, наркотики в сейфе, материалов в сейфе, аптечек, сколько у нас, бронежилетов, телевизор, домашнее авто. Нажимаем enter и заново заходим в аж меню. Есть у нас еще такая вкладочка сейф. Вот деньги, которые в сейфе, лимит у нас, сколько там, 10 миллионов, да, 10 миллионов. Наркотики, материалы, оружие. Давайте положим, например, в сейф, не знаю, 3 миллиона, например. Да, вот видите, вы положили в сейф 3 миллиона, деньги считываются, все нормально. Опять прописываем house меню. Аренда. Вот так, включить, отключить аренду. И можно цену аренды поставить, например, 5 тысяч поставить. Все, установлено. Окей. Заново, аптечка. Аптечек в доме 0. Купить аптечку. Видите, я купил одну аптечку за одну тысячу. Можно так купить себе 100 штук. Так, нажимаем назад кнопочку. Бронежилет. Бронежилет могут у себя хранить в доме только законники. Это полиция, армия, муниципалити, ну и все. А, ФБР еще, забыл. Заходим заново в хаус меню. Смотрим, телевизор у нас есть. Можем купить телевизор. Это, чтобы наблюдать за каким-то игроком. Может, вы где-то это видели уже. Вот, смотрите, ТВ. Ну, как я на сервере сейчас не вижу никого. Так мы сейчас не посмотрим ни за кем. Заново прописываем хаус меню. И у нас есть домашние авто. Выбираем класс авто. Мопеды, мотоциклы. Сменить цвет авто. Авто D класса, авто C класса, авто B класса и авто A класса. Каждое авто имеет на себе свою стоимость. Давайте, например, купим вот Infernus, например. Да, вы слишком далеко от дома. Чтобы купить какой-то транспорт, нужно быть на улице. Прописываем Exit. Хотим выйти. Да. Вот мы и подошли к дому. Прописываем H меню. Домашнее авто, авто A класса и Infernus. Новая модификация. Ваш автомобиль теперь Infernus. Как видим, он у нас стоит. Только что-то он криво стал. Криво стал, да. Сейчас заспавним все автомобили. Ага. Он тут вообще застрял у нас. Давайте его откроем. Сейчас он вылезет отсюда со стены. По идее должен. Ага. Не вылазит, да? Ну, с этим разберемся. Можно спавн автомобиля менять, но его для начала нужно отсюда вынять. Каждый владелец дома может поменять любое место спавна для своего автомобиля. Заходим назад в дом. Прописываем опять же House Menu. Есть такая вкладочка Интерьер дома. Заходим туда и меняем любой интерьер, какой мы хотим. Каждый интерьер ведет за собой свою стоимость. Ну, давайте найдем какой-то домик, который нам будет по душе. Что у нас за домик или какие? Интерьер, интерьер, да. Все, какашка, какашка. Ну, вот нормальный домик. Стоимость его 800 тысяч. Нажимаем Save и интерьер хотим купить, да. Интерьер успешно заменен. Только что-то... Вот он. Наш интерьер. Можем выходить с дома. Можем... Сейчас выйдем с дома как-то. Вот, выйти с дома, да. Выходим. Заходим обратно в домик и у нас интерьер сохраняется. Вот, смотрите, видите? Все нормально. Ну, вот и вся система домов. Чуть дальнейшем я расскажу про систему бизнесов. Это будет через... Либо через несколько часов, либо завтра. Ну, в общем, ожидаем. Подписываемся в группу. Ставим свои лайки. Все, давайте. Всем удачи.